Тему вейпов продолжим обсуждать с нашим экспертом. Это исполнительный директор общественного фонда Тимексес Джамиля Садыкова. Джамиля Джинсона, добрый день. Вы один из инициаторов запрета на продажу вейпов. Почему все-таки назрела такая необходимость? Ну, потому что это совершенно очевидная проблема. Как сказали предыдущие спикеры, 80% детей уже как минимум пробовали. Причем в 7 раз повышение среди мальчиков и в 5 раз среди девочек. Это катастрофичные цифры. Я думаю, что каждый житель, взрослый, тинейджер, ребенок видит, насколько как много вейп-шопов стало вокруг. Любой продуктовый магазин продает вейпы. Плюс к этому вейп-шопы, плюс к этому в местах, общественных местах они курятся. В школах, в школьных туалетах, это же вообще просто дымовая завеса. Но от этого уже больше, уже дальше что? Дальше что? В больнице, операции и просто смерть. Вот у нас уже в Казахстане уже регистрируют очень необычные случаи, когда дети и 15-летние подростки в течение месяца, как минимум раз в месяц попадают к пульмонологам на прием, и все очевидно понимают, что это уже новая болезнь, эволи, так называемая эволи, болезнь вследствие потребления вейпов. Конечно. Это просто катастрофа. А кто поддержал вашу инициативу? Были ли за и против? Перевес какой? Прежде чем законопорект поступил в парламент, какая работа вообще этому предшествовала у вас? Вы знаете, первая инициатива была озвучена на общественном совете здоровья нации, еще тогда партии Нуратан. Это был 27 ноября 2021 года. Из первых депутатов это Зарина Камасова поддержала. Но самая главная, самая большая битва у нас была именно в правительстве, когда Министерство здравоохранения получало отчаянное сопротивление от Минюста, от Минторговли и других министерств, которые почему-то этому противились. И единственное, кто помог вытащить вот эту очень тяжелую поправку, это очень тяжелая поправка, это был премьер-министр. И только благодаря премьер-министру была восстановлена уголовная ответственность, потому что без уголовной ответственности эту норму совершенно невозможно выполнить. Это очень прибыльный бизнес. Они возят 2 доллара за вейп, продают за 8, за 10, за 15. То есть за одну единицу у них чистая прибыль составляет 6 долларов, при том, что они совершенно не платят никаких акцизов, все возится контрабандно. Единственное, даже если бы мы ввели запрет, но без уголовной ответственности, эта норма бы не работала. Это все равно, что нет топлива для машины. То есть машина и запрет не будет ехать, если ты не будешь туда бензин вкладывать. Здесь то же самое, без уголовной ответственности. Здесь не будет работать запрет. И благодаря Алихану Асхановичу, который единственный, вот представляете, идет совещание, Минздрав презентует свое видение, запрет вейпов и так далее. Он спрашивает его, есть вопросы? Нет вопросов. А все прекрасно знают, что Минюст снимает поправки, полностью снял поправки по ВЭПам, именно по уголовной ответственности. Ни в какую. И только премьер-министр сказал, а что случилось? А где уголовная ответственность, которая была? Ну, Минздрав сказал, как... К сожалению, эфирное время у нас ограничено. Спасибо большое, что поднимаете эту тему. Напомню, с нами на прямой связи был исполнительный директор Общественного фонда Тимик СС Жемеля Садыкова. Я надеюсь, что этот запрет будет работать очень эффективно и только с уголовной ответственностью. Спасибо.